Нескончаемый детский смех три сыночка и лапочка-дочка. О такой идиллии многодетная мама Елена Персицкая из села Кошки мечтала с самого детства. Я сама из многодетной семьи. Нас было пятеро человек. Было шумно, было весело, не скучно. Детство быстро очень прошло и весело было. Я хотела всегда большую семью. Я знала, что у меня будет около троих-четырых детей. Юнармия, дзюдо и футбол. Мальчикам нужно всестороннее развитие, считают родители, в том числе и физическое. Медали и грамоты ждать не заставили. Помогают маме с папой и по дому. У семьи большое фермерское хозяйство. Важно, рассказывает глава семейства, чтобы в этот стройный уклад не вторглась пандемия. Статистика заболеваемости детей коронавирусом только за неполный 2021 год в России составила более 570 тысяч. Вирус коснулся и малышей до года. Детей четверо у меня. Три мальчика и девочка. Все спортсмены учатся. Я прошел вакцинацию в июне месяце. Подвигло здоровье моих детей. Здоровье матери и ребенка в регионе сегодня в особом фокусе внимания врачей. Чтобы дети не заразились от родителей, взрослым важно вовремя сделать прививку, подчеркивают эксперты. На сегодняшний день все получатели социальных услуг, с которыми работает комплексный центр, также мотивируются на вакцинацию. Но наши сотрудники оказывают также волонтерскую помощь. Это из отряда серебряные волонтеры. Они обзванивают пожилых граждан, которые нужно прийти на вакцинацию или на ревакцинацию. Люди с пониманием относятся к этой теме, знают, что действительно прививка, которая сделана вовремя, помогает. Медики напоминают, прививка пока единственный и эффективный способ защитить себя и обезопасить близких от ковида. Гульфия Сафина. События.